Всем огромный привет! Сегодня готовим очередную вкуснятину из лаваша. Очень мне понравился лаваш из вкусвила, который вы мне всегда рекомендовали. Теперь беру только его последнее время. Очень удобно. Он уже сделан вот такими вот кругляшками. Что еще понадобится для этого рецепта? В принципе, все то, что можно найти в холодильнике. Я нашла рыбную консерву. Конечно, консерву лучше взять без масла. У меня была вот такая скумбрия в масле, но мы масло выльем и будем использовать только рыбку. Немного натертого сыра и немного зелени. Также можно взять любые овощи для этого рецепта по вашему выбору, какие вы любите и какие есть у вас в холодильнике. У меня просто в холодильнике, к сожалению, пусто, поэтому будем делать из того, что есть. Делается все очень быстро, получается очень вкусно. На сковородку наливаю одну каплю масла. Много не надо, буквально вот одну. И салфеткой или кисточкой вот так распределяем по всей сковородке. Нам не нужно с вами, чтобы лаваш был слишком жирный. Все, включаю газ и нагреваю сковородку. Рыбу переложите на какую-нибудь тарелочку. Обязательно выньте вот эти косточки, которые находятся в середине. Масло я от рыбы использовать тоже не буду. Если у вас, конечно, есть консервы без масла, это лучше всего. Немного вот так разделяю рыбу на такие большие кусочки. Сильно расталкивать ее в кашу не нужно. Я люблю, чтобы кусочки попадались рыбы, чтобы чувствовалось, что это рыба, а не какой-то рыбный фарш. Вот просто вот так немножко разделить. Мне, наверное, даже этой одной банки будет на одну порцию много. С одной банки как раз получится две порции вот такого лаваша. Но мы с вами будем делать сегодня одну. Открываем лаваш. У меня листы такие, тоненькие листочки. С одной стороны поджаренные, с другой стороны такие белые. Я белой стороной буду класть на сковородку. Немножко здесь присыпаю сыром, чтобы у меня две половинки лаваша склеились между собой. Вот так. Прям совсем чуть-чуть. Сверху выкладываю на сыр вот так вот одну половинку еще лаваша. Обязательно придавите. Все уже делаю в сковородке. Сковородка у меня включена на минимум. Следующим слоем на лаваш выкладываем нашу рыбку. Вот так вот, прямо на середину лаваша. Сами понимаете, если бы мы оставили масло, рыба бы намокла. Поэтому, ну не рыба, а лаваш, да, от рыбы бы намок. Поэтому выкладываем только рыбку без жидкости. Вот так. Одним слоем. Посыпаю все сыром. Вот так сверху. Смотрите, чтобы сыр попал тоже на краешки. Чтобы они у нас склеились. Посыпаем все зеленью. У меня зелень петрушки. И накрываю все лавашом. Вот так накрываю. Тоже немножко прижмите. Обжариваем до золотистой корочки. И переворачиваю на другую сторону. Вот так вот. Все очень быстро и легко переворачивается. Прижимаю крышкой. И обжариваю с другой стороны. Сверху лаваш немного присыпаю сыром. Прям совсем чуть-чуть. Так будет намного вкусней. И накрываю крышкой. Оставляю до расплавления сыра. Ну и вот такая вкуснятина получается. Сейчас я его разрежу. И покажу вам, что получилось в разрезе. Готовится очень быстро. Подойдет и на завтрак, и на перекус. Можно сделать такое и на обед, и на ужин. Лаваш получается хрустящий. И очень вкусный. Ну и вот такая вкуснота получается. Как пицца. Очень вкусно пахнет рыбой. Попробуйте так, сделайте. Тоненькое тесто. И внутри начинка. Это практически ленивый рыбный пирог. Можно сверху украсить. Еще посыпать свежей зеленью. Аромат будет вообще великолепный. Кому понравился мой рецепт. Обязательно подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также заходите в группу ВКонтакте, чтобы поделиться моим рецептом со своими друзьями и родственниками. И обязательно подпишитесь на второй канал. Всем огромное спасибо. До свидания. И пока.